Для того, чтобы записать сигнал ДПКВ к пятому входу USB AutoScope 4 подключается сигнальный кабель с пробником-иглой. Эта игла вставляется под уплотнитель разъема датчика коленвала таким образом, чтобы она надежно прижалась к контактному наконечнику сигнального провода, при этом не повредив его изоляцию. Если доступ к электрическому разъему ДПКВ сильно затруднен, то этот же сигнал можно записать с противоположного конца провода со стороны блока управления двигателем, но при этом понадобится схема для того, чтобы выяснить на какой вывод разъема блока управления поступает сигнал ДПКВ. Существует несколько типов датчиков положения коленвала двигателя. Они различаются по типу чувствительного элемента и по типу выходного сигнала. Датчик индуктивного типа генерирует сигнал, схожий с синусоидальным. Амплитуда сигнала зависит от конкретного экземпляра датчика, от глубины его посадки и от частоты вращения коленчатого вала. Все эти параметры контролируются скриптом автоматически. Выходной сигнал таких датчиков часто называют аналоговым. Сигнал такого датчика подходит для работы со скриптом CSS. Датчики же на эффекте хола и магниторезистивные датчики генерируют сигнал прямоугольной формы. Нижний уровень сигнала всегда близок к значению 0 вольт, а верхний зависит от блока управления. Выходной сигнал таких датчиков часто называется двухуровневым. Сигнал такого датчика подходит для работы со скриптом CSS. Вот так выглядит сигнал DPKV на холостом ходу. Величина выходного напряжения будет зависеть от частоты вращения коленчатого вала двигателя, так как она напрямую влияет на скорость вхождения зуба в магнитное поле датчика и на скорость его выхождения из него. Форма выходного сигнала DPKV индуктивного типа зависит в основном от расположения зубьев на задающем диске и от их размера и формы. Амплитуда сигнала также зависит от расстояния между рабочими поверхностями датчика индуктивного типа и зубьев задающего диска. Чем ближе к диску расположен датчик, тем сильнее зубья изменяет магнитный поток в сердечнике датчика и тем больше будет напряжение выходного сигнала. Благодаря этому эффекту по сигналу DPKV индуктивного типа можно выявить биение задающего диска. Оно возникает вследствие неправильного крепления диска к коленвалу двигателя, когда его геометрический центр не совпадает с центром коленвала. Из-за этого зубья, расположенные на одной стороне диска, проходят на меньшем расстоянии от рабочей поверхности датчика, чем зубья, расположенные на другой его стороне и соответственно сильнее меняет магнитный поток в сердечнике. В результате одна группа зубьев генерирует импульсы большей амплитуды, а другая меньшей. Кроме того, амплитуда сигнала зависит так же и от конкретного экземпляра датчика, так как здесь имеет значение сила магнитного поля встроенного постоянного магнита, конфигурация сердечника, параметры обмотки и другие. Датчики с двухуровневым выходным сигналом основаны на измерительном элементе, конструктивно выполненном в виде микросхемы. Независимо от типа чувствительного элемента, такие датчики реагируют не на скорость изменения магнитного потока, а на его величину. Так как напряжение на выходе датчика может принимать только одно из двух состояний, его сигнал имеет прямоугольную форму и фиксированную амплитуду. Частота следования импульсов зависит от частоты вращения двигателя, а амплитуда при этом не меняется. Скважность сигнала почти полностью зависит от формы зубьев задающего диска. На некоторых автомобилях применяются датчики, схемотехника которых содержит в себе так называемый одновибратор. Импульсы выходного сигнала этих датчиков имеют всегда одинаковую длительность, меняется лишь длительность промежутка между импульсами.